Итак, добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на нашем курсе, который носит название «Случайные процессы». Это и следующая лекция посвящена поассоновским процессам. И начнем мы нашу лекцию с повторения, а именно повторим, что такое экспоненциальное или показательное распределение и какими свойствами оплодает случайная величина, имеющая это распределение. Итак, давайте начнем. x по экспоненциальному закону обозначается как x распределено экспоненциальной λ тогда и только тогда, когда плотность распределения случайной величины x задана по следующему закону fx от x равняется 0, если x меньше или равно 0 или λ умножить на e в степени минус λx при условии, что x больше 0. Да, если вы посмотрите на график распределения случайной величины x, то выглядеть он будет примерно вот так. При x стремящемся к бесконечности, плотность стремится к 0, при x стремящемся к 0 к бесконечности и никаких мод или точек максимума здесь нет функции, плавно убывает. Теперь давайте поговорим о свойствах экспоненциальной случайной величины. Ну, начнем мы с функции распределения. f большое x и x. Да, что такое функция распределения? Это есть не что иное, как вероятность того, что случайная величина x большое, при значении меньше или равно x мало. Да? И как считать ее? Как вы помните, для непрерывных случайных величин достаточно взять интеграл до x. В данном случае наша случайная величина, она не отрицательная, поэтому интеграл можно взять от 0 до x малое. fx, x λ умножить на e в степени минус λx, dx. Но обратите внимание, так как x у нас фигурирует тут, интеграл по x мы не сможем взять. Мы возьмем его, например, по другой букве, например, по t умножить на λ умножить на e в степени минус λt dt. Это простой интеграл. λ выносится за скобки. Когда возьмем интеграл, поделится на минус λ, минус выйдет вперед. И чтобы минус не писать, мы 0x поменяем местами. Итак, мы получаем, что этот интеграл равен e в степени минус λt от 0 до t. От 0 до x, извините. Теперь подставим 0, получим здесь единицу, e в степени 0. Поставим x, получим e в степени минус λt. И таким образом мы получаем единицу минус e в степени минус λt. Итак, мы с вами нашли функцию распределения случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону. fx от x равняется 1 минус e в степени минус λt. Для t больше или равного 0, для x больше или равного 0. И 0 иначе. Только исправьте, здесь не t, а x. Забыли вернуться к старой переменной. Отлично. Теперь давайте найдем мат ожидания случайной величины x, дисперсию и другие моменты. Мат ожидания можно найти различными способами. Мы несколько о них продемонстрируем. Итак, как вы помните, для неотрицательной случайной величины мат ожидания равняется интегралу от fx dx от 0 по бесконечности. Отлично. fx только с палочкой отрицания fx. Отлично. fx считается достаточно просто. fx палочка еще проще. Это просто e в степени минус λt. x, поэтому просто можно подставить и посчитать интеграл. Итак, это равняется. Интеграл от 0 до бесконечности. Я напоминаю вам, fx, x, x, малая с палочкой, это дополнение для функции fx. То есть это один минус. Соответственно, мы получим e в степени минус λt dx. считаем интеграл, минус λ идет в знаменатель. Чтобы минус не писать, меняем порядок. Получаем e в степени минус λx, деленное на λ от 0 до бесконечности. Если мы подставим 0, здесь будет e в степени 0, это 1. 1 делить на λ. Если мы подставим бесконечность, получим 0. Получаем 1 делить на λ минус 0, то есть 1 делить на λ. Итак, мат ожидания случайной величины x, распределенной по показательному закону с параметром λ, равняется 1 делить на λ. Ну а теперь давайте попробуем посчитать момент, общий момент в n-й степени, и уже оттуда получим формулу, проверим формулу для мат ожидания, получим формулу для дисперсии, также других моментов. Давайте найдем, чему равняется n-й момент. Мат ожидания от x степени n. По определению, да, мат ожидания от x степени n, есть не что иное, как интеграл от 0 до бесконечности, наша случайная величина x принимает значение от 0 до бесконечности, от x в степени n, f малая xx. f малая у нас есть, умножить на λ, e в степени минус λx. Отлично, нам надо посчитать этот интеграл, посчитаем его по частям. Обозначим это x в степени n как u, а λ, e в степени минус λx как div. Отсюда мы получим, что du равняется n умножить на xn-1 dx, а v есть не что иное, как минус e в степени минус λx. Отлично. Итак, этот интеграл равняется u на v, x в степени n, минус, да, умножить на e в степени минус λx, от 0 до бесконечности, минус интеграл v du, v du, минус 1 и минус 1, два минуса сокращаются, мы получаем, и n давайте вынести, мы получаем x в степени n-1 dx, умножить на e в степени минус λx. Теперь давайте посмотрим. Первое слагаемое, когда мы подставим бесконечность, второй множитель даст 0, первый множитель даст бесконечность, но если вы найдете этот предел, он будет равняться 0. Испотенциальные функции намного сильнее, чем полиномиальные. Когда мы подставим 0, это будет равняться 1, это 0 на 1 будет также 0, поэтому первое слагаемое, если что 0, как 0, плюс 0, это 0. Второе слагаемое, Давайте посмотрим. Давайте добавим сюда λ, а сюда на λ поделим. Что мы получили? Смотрите, то, что написано тут, по знаком интеграла, включая интеграл, давайте напишем, что у нас здесь получилось. Посмотрите внимательно, то, что написано тут и то, что написано тут. Мат ожидания от x в степени n – это интеграл от 0 до бесконечности x в степени n умножить на fxx dx. А тут у нас написано интеграл от 0 до бесконечности x в степени n-1 fxx dx. То есть то, что написано здесь, это мат ожидания xn-1 Итак, мы с вами получили, что мат ожидания от x степени n равняется n делить на λ мат ожидания от x степени n-1 Отсюда легко получить, что мат ожидания от x в первой равняется 1 делить на λ мат ожидания от 1 Мат ожидания от 1 это 1, отсюда мы получаем, что мат ожидания от x равняется 1 деленная на λ Отсюда мы также получаем, что мат ожидания x в квадрате, второй момент, равняется 2 делить на λ мат ожидания x первое Но мат ожидания от x мы знаем, почему равняется Она равняется 1 делить на λ Соответственно, мы получаем, что мат ожидания от x второе равняется 2 делить на λ в квадрате Отлично, мы близки к тому, чтобы вычислить дисперсию Как вы помните, дисперсия x равняется мат ожидания x в квадрате Минус мат ожидания x и все это в квадрате Мат ожидания x в квадрате это 1 деленное на лямбда в квадрате А мат ожидания x в квадрате мы только что нашли Это 2 деленное на лямбда в квадрате Таким образом мы получили с вами 2 деленное на лямбда в квадрате минус 1 делённое в квадрате, 1 делённое на лямбда в квадрате. Итак, мы нашли с вами, что дисперсия случайной величины, имеющей показательный закон, равняется 1 делённое на лямбда в квадрате. Соответственно, среднее квадратичное отклонение равняется 1 делённое на лямбда, равняется мату ожидания. Мы продолжим с вами после перемен.